Водичка, которую вы набирали, она реально является источником благодати Святого Духа. Ее можно пить во оставление грехов, аминь, в исцеление души и тела, аминь, в достижение вечной жизни, аминь, в освящение домов и на всякую пользу изрядную, аминь. Это не простая вода. Вот это вот простая вода, тоже дар Божий, но простая вода. А вот то, что вы понабирали вчера, то, что я вижу здесь освящали у вас, это великая святыня, по-гречески агиасма. Ее нужно пить с молитвой и верой. Через нее вы получите реально благодать Духа Святого. Поэтому если кто болеет, пейте, чтобы исцелиться. Кто унывает, пейте, чтобы возвеселиться. Кто, значит, что там еще хочет, хочет еще какой-нибудь получить дар Божий, какую-то харизму какую-то, пейте и получите. Это великая святыня. Ну и не забывайте читать Евангелие потихонечку. По страничке в день, страничка утром, страничка вечером, через год вы будете другим человеком. Сто процентов. Вы, может, даже этого не заметите, но все остальные это заметят. Не забывайте в Храм Божий ходить, надо обязательно приходить к причастию хотя бы раз в три недели, раз в месяц. Это минимальная норма. Но кому, кто ни разу не был, тому хотя бы раз бы добраться.